Молитесь, Контехович. 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 Милуй. Молитесь, Контехович. Молитесь, Контехович. Псалом 1. Молитесь, Контехович. 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 духу и ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава отцу и сыну и святому духу и ныне и пресно и во веки веков, Аминь. Многомилостивый и с милостью Бог мой, и Господь Иисус Христос по Своему ногу любви сошел на землю и воплотился, чтобы спасти всех. И снова Спаситель, спаси меня благодатью Твоей, молю Тебя, ибо если по делам спасешь меня, то Ты не будешь благодатью и даром, но более делом. Ей многие щедротах и неизречены в милости, ибо Ты сказал, что верующий в меня жив будет и не увидит смерть его веки. Итак, если вера в Тебя спасает отчаявшихся, то верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Вера же вместо дела довмеется мне, Боже мой, потому что совершенно не найти дело правдущих меня. Но это вера, да будет прежде всего, да ответит за меня, да оправдает меня, да и от причастникам славы Твей Вечной, и да не похитит меня сатана и не похвалится. Слово. Что торт мне от Твоих руки ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу. Христос мой Спаситель, поспеши скорее, скорее, погиб я, ибо Ты Бог мой, очрев Матери моей. Спадуй меня, Господи, возлюбить Тебя теперь так же, как возлюбил я свой тайный грех, и чтобы снова потрудиться для Тебя, без лени, усердно, как прежде потрудился с Атанем Прещающиму. Особенно же, потружусь для Тебя Господа и Бога Моисуса Христа во все дни жизни, ныне, всегда, в веки веков. Аминь. Аминь. Святой Ангел, поставь мне хранить мою бедную душу и несчастную жизнь. Не оставь меня грешного и не отступить меня за невоздержание мое, не дав возможности злому демону починить мне себя преобладанием этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою и выведи меня на путь спасения. О, Святой Ангел Божий, Хранитель, Покровитель бедного души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни. И если я чем согрешил прошедшую ночь, защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не принимать Бога никаким грехом. И молись за меня, Господу, чтобы Он утвердил у меня страхи о своем и сделал меня рабом, достойной своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица, моя Богородица, своими святыми всесильными молитвами отгоняй от меня, смиренного, несчастного раба Твоего. Уныние, забвение, неразумие, нерадение, удаляйся скверные, лукавые, и хульну помыслы из окон моего сердца и помраченного ума моего. И погаси пламя моих страстей, ибо я убог несчастен. Избавь меня от многих пагубных воспоминаний и помыслов, и освободи меня от всяких злодеяний, ибо Тебя благословляют все роды, и причисти имя Твое славица во веки вечное. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий Владимир, ибо мы усердно к Вам прибегаем, скорым помощником, молитвенником о душах наших. Богородица, дева, радуйся, обрадуна, Мария, Господь, с Тобою. Благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, якородилаясь, и Христа спаса, избавителя душам нашим. Непобедимой божественной силы, щаснагоженстворящего Креста Господень, не оставив нас грешных, уповающих на Тебя. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояния Твое, победа на сопротивные дары и Твоей, сохраняя Крестом Твоим жительство. Спаси, Господи, помилуй, от самого духовного родителя и сродника, благодетеля митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, Священная Рея, Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Навума, Кирилла, Амросия, Вадима Засимариха, Максима Владимира и Глебу не дай погибнуть, Диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Деодора, митрополита Тихона, и весь священнический, иноческий чин, и высший истинный служитель миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, инаем, да еще священника, если угодно тебе, смири власти воинств твоих, наведи страх твой на них, и через них сотвори, Господи, доброе для церкви Твоей, дабы издавали мудрые законы, дали достойно жить людям, дабы было еще уделять нуждающимся, и сохранив от покушения на них, Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Владимира, Александра, Эрдогена и Амана, и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет, научи нас, Господи, ценить это мирное время, приготовь землю к великим и грозным испытаниям, грядущим на всю вселенную, за отступничество от Тебя, слава Тебе, Господи, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил, и разум сохранил, дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные Тобою, и для всего по чинам добрых помощников, наставников, советников, и в сей день сохрани нас от всякого рода зла и греха и от непосильных искушений. Защити, Господи, жилища наши и селения от пожара, воров и нечистой силы, и живущих там Андрея, Игоря, Игоря, Серафиму, Владимира, брати. Господи, Людмилу, Любовь, Владимира, Алексея и Иосифа, прежде добрых жителей с детьми, знающими и любящими закон твой. Сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Чадо их, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алексину. Побуди всех на проповедь Евангелия всюду. Спаси и помилуй надежду Екатерину, Валентину, Евгению, Анастасию, Наталью, Романа, Михаила, Нину, Анну, Юрия, Рахиль, Ездру, Рустика, Тимура, обрати нас так. Екатерину, Екатерину, Галину, и всех, с кем познакомились, кому возвестили слово истины Твоей. Возри на угрозы врагов, на их пакости. Не допусти, Господи, и более творить злодейство. И Ты уже усмирил их. Слава Тебе. И в судный день, Боже, не вменим от Твоей безумия их и лжи непрестанной. Благослови благодетели наших, воздаем добром всей жизни в будущее. Елену, Людмилу. Знаешь, Господи, их страдания. Коснись сердца Евгения, Натальи. Обрати их, Господи. Добрые дела, и да придут на память перед Тобою. Юрия, Эдварда, Надежду. Натальи отступников, коснись их сердца ожесточенного, Михаила, Николая, Александра, Юрию. И от пьянства избавили. Павла, Михаила, Андрея, Владимир, Александра, Игоря. Максима благослови. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе. И все наше родство найдет. Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Путешествующих, Раису, Льва, Виктора. Аллилуйя. Господи, благослови страдающих, болящих. Дай силу перенести боли. И пошли мы исцеление Валерия, Илариона, Кирилла, Игоря, Алексея, Валентину. Анну. Анну. Татьяну, Татьяну, Ольгу, Елену, Надежду. Аллилуйя. Благодарю Тебе, Господи, за здоровье и за болезни, за друзей и за врагов. По Твоему благоволению, все это может оказаться на пользу. И сохраняя наше сокровище в интернете, благослови тех, кто позволяет нам там быть. И трудящихся Игоря, Юлия, Дмитрия, Виктора, Сергея, Сергея, Андрея, Андрея, Вячеслава, благословицу дружества Его. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Леонтия, Симона. Господи Иисусе Христе, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Упокой, Господи, в обителях небесных усопших, отец и братьев наших, родителей, сродников, благодетелей, всех православных христиан. Ибо нет человека на земле, который живя не согрешил бы. И прости им всякое согрешение, вольное и невольное. И душам нашим полезное сотвори. Слава Тебе, наш Бог Иегова, Авва Отче, свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его, Аллилуйя. Слава Вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение. Благодарю Тебя, Господь, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и на каноны церкви, как на истину. Аллилуйя. И в вечности, Господи, воздай всем, кто трудился над возрастанием моей души в Тебе. Марию, Степана, Александра, Михаила и Анну. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Своими. Господи, воздай добром всем, помогавшим совершить нам это удивительное путешествие миссии. Виктора, Николая, Дмитрия, Павла, Зинаиду, Владимира, Надежду, Людмилу. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне, грешен. Ты столько лет хранил и защищал меня от видимых и невидимых опасностей. Прошу Тебя, мой ангел, не покинь в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам. Веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн Креститель, претеща Христова, моли Бога о нас, научи нас Господи жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никому не завидовать, никогда не роптать, и быть во всем экономным, дабы было еще уделять нуждающимся. Аллилуйя! Святитель Христов Никола, мерликийский чудотворец, скорый помощник в бедах, моли Бога о нас, да укрепит Господь народ свой, дабы не страшиться ни царей, ни начальствующих, и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые пророки Божии, Илья и Лисей, Инох Моисей, Самуила Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Ездрани, Емми, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Изеки, Иль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Данил, Отрихи, Пророк, Михея, Абрам, Исаак, Яков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода до нашего отшествия не заставлась неготовыми, но чтобы вышли на встречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными или добрых дел, соделанных в духе святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святый ангел, архангел, хирургимы, серапимы, все небесные силы, престолы Божьего предстоящие, святые апостолы, и Петр и Павел, евангелисты, Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарус Минский, Устин-Философ, Космай и Дамиян, Андреев Стратилат и Ирун Мущеник, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимник Амидийский, Георгий, Победоносец, Пантелеймон, 40 святых мучеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир Венеми, Иосиф Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял на чертания зверя Антихриста. Анфима, Вениамин и Дайверу устраши родителей за такое ложное воспитание. Святые отцы, молите Бога о нас, Василий Великий, Григорий Богослов, Ян Златоусов, Анасий Великий, Ипрем Сирин, Антоний Макарий Макарий, Антоний Феодосий, Корниль и Иов, Сергий Радонинский, Степан Пермский, Серафим Старовский, Ян Тобольский, Ян Крыштадский, Ян Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий Николай Макарий, Алтайский Филарет и все переводчики Священного Писания, молите Бога о нас. Да сохранит нас Господь в святой православной вере, а замысля речеков разрушь и развею в ничто преврати. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фекла первомущенца, Патина Самарянина Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матер Софии, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина Перепитуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискила и Акила, Андроник и Юня, Киприяна Устина, дарует Господь, Женам и Девам, Послушание и Молчание, Целомудрие и стыдливое Женам и Девам, И сохрани их от всяческого поругания, Исправь непокоримость Галины, Семейства Евгения, Надежды, Людмилы и Анны, И прими, Господи, Нашу молитву, Воздиание рук, Как жертву вечернюю, Благоухание, Приятное перед престолом Благодати Твоей, Божия, Иссоедини молитву нашу С молитвами всех святых, Молящихся Тебе, Боже, На небе и на земле, Господи Божий наш, Услыши и исполни Молитву всех, Молящихся о нас во благо нам, Любящий наш Отец Небесный, Ради голговских страданий Сына Твоего, Единородного Иисуса Христа, И пролитой им крови за нас, Услыши и исполни Нашу молитву о всех заповедавших Нам молиться о них, Спаси их и помилуй, Господи, Аллилуйя, Говори, владыка, Слушать и дослышать, Раб Твой, Раб Твой, Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе, Благослови Терентию и Екатерину И упокой в обителях небесных Новопреставленной Евдокею Тебе слава за все во веки, Аминь Доброе утро всем Аминь, доброе утро Доброе утро Доброе утро Книга открыта, оком, том 28. Вопрос. 3968. Что за знаки были найдены в комнате, где царя Николая расстреляли? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Если бы молились о своей душе, то увидели бы на стенке иные знаки. Книга пророка Даниила, 5 глава, 27 стих. Текел, ты взвешен на весах и найден очень легким. В последней книге священного писания «Апокалипсис» Иоанна Богослова, так говорится об одном из признаков главного врага Бога и христиан Антихриста. Здесь мудрость, кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число его 666. Книга Откровения, 13 глава, 18 стих. Святые отцы Православной Церкви дали множество тонких духовных истолкований этого одного из самых загадочных мест Откровения. Люди, маломальские знакомые хотя бы с популярной литературой о христианстве или о сектах сатанинского толка, безусловно, не раз сталкивались с этими тремя шестерками. Возможно, из сообщений прессы кому-то памятны случаи, когда какое-либо злое деяние подписывается этим числовым символом. Если же кто совсем мало знаком с этим, лучше всего заглянуть в толкование святых Андрея Кисарийского, Ипполита Римского, Мефодия Потарского, Лактанция и познакомиться с книгой С.А. Нилуса «Близ есть предверех. Антихрист как политическая реальность». Мы же, не мудрство, а лукаво, обратимся к строгому свидетельству, относящемуся к одному из величайших злодейств нашего века. Из протокола, двоеточие, кавычки открываются. Судебный следователь по особо важным делам при Омском окружном суде Н.А. Соколов в городе Екатеринбурге. В порядке 315-324 статья «Угол суд» производил дополнительный осмотр дома Ипатьева. По осмотру найдено следующее. Опечатанная комната, обозначенная на чертеже цифрой 2, и есть та, где произошло убийство государя императора Николая Александровича и его семьи. Ее внешний вид соответствует описанию ее вакте Сергеева. ЛД-39 об исследовании том 1. При настоящем осмотре отмечаются следующие обстоятельства. На самом краю подоконника чернилами черного цвета, весьма толстыми линиями, сделаны одна по другой три надписи. А вблизи написано такими же чернилами и тем же почерком. В расстоянии полувершка от этих надписей, на обоях стены такими же чернилами и такими же черными линиями написаны какие-то знаки, имеющие следующий вид. Смотри рисунок, редакция. Комната, где произошло убийство августейшей семьи, была также опечатана той же печатью. Судебный исследователь Н. Соколов понятые. Кавычки закрыты. Опыту расшифровки каббалистической надписи из четырех знаков была посвящена специально брошюра некого Эннеля «Жертва». Эннель дает следующую расшифровку четырех каббалистических знаков. Здесь, по приказу тайных сил, царь был принесен в жертву для разрушения государства. О сём извещаются все народы. Частные толкования её давали и другие исследователи царского дела. Роберт Вильтон, Павел Панагуци, Николай Рос, Сергей Фомин, Олег Платонов. Работа Эннеля «Жертва» была впервые опубликована в России в сборнике «Царь колокол». В этом же номере сборника напечатана статья «Екатеринбургская Голгофа» под псевдонимом «Мих Орлов», которая была написана мной совместно с А.А. Щедриным. Сейчас я не могу согласиться с рядом теоретических рассуждений данной работы, принесённых в неё моим соавтором. Однако имеет смысл вспомнить из этой статьи сопоставленные четырёхзначные надписи в Ипатьевском подвале с аналогичной криптограммой, опубликованной в еврейской националистической брошюре «Лёхи». Лехи. 12 февраля 1942 года в Тель-Авиве в результате столкновения между враждующими еврейскими группировками был убит глава группы «Лёхи» Авраам Штерн по кличке Яир. На месте его убийства была оставлена следующая надпись из четырёх знаков, которая в еврейском прочитывается как «Никама», что означает «месть». Любопытно, что если учесть разницу в почерках, то три из четырёх знаков поразительно похожи на символы Екатеринбургского граффити. Характерно, что Роберт Вильтон во втором издании своей книги приводит ссылку на письмо специалиста в каббалистической тайнописи госпожи Несты Уэбстер, автора замечательной книги о французской революции, в которой она воскрешает данные того времени, доказывающие, какую деятельную роль играли иудеи в подготовке и взрыве революции 1789 года. Цитата. «Проследив роль немецких иллюминатов во всех революционных движениях прошлого века, я убеждена, что нынешняя большевистская власть получает указания от тайного общества, имеющего своё управление, вероятно, в Германии. Весьма примечательно, что из четырёх воспроизведённых вами знаков три похожи на знаки, которыми пользовались иллюминаты, и которые напечатаны графом Ле Кутле де Кантеле». Дальше. В его книге «Лес Эстес» «Эстес» «Не могу прочитать». Дальнейшие расследования дали более положительные результаты. Три знака, употребляемые еврейскими тайными обществами в Германии, оказываются взятыми из староеврейского, самаритянского и греческого алфавитов и обозначают сердце, или в переносном смысле голову, духовную, еврейский знак, народную, самаритянский, и политическую, или государственную, греческий. Этим точно обозначается такое лицо, как русский цель. Снимок стены с надписью показывает цифры на подоконнике, написанные в кавычках «такими же чернилами» и «такими же толстыми линиями». В кавычках «закрыты» лицом стоящему стены. По-видимому, в таком же положении сделана надпись на стене, следовательно, ее нужно читать сбоку. Тогда ясно отмечается греческая ламбда. Вероятно, точное значение и надписей, и таинственных цифр на подоконнике станет со временем. Но из сказанного достаточно ясно, что надписи, сделанные лицом, близко знакомы с кабалистикой, и также, судя по почерку, лицом, обладающим сильным, даже жестоким характером. Однако, несмотря на оптимистическое предположение Роберта Вильтона в исследовательской и обзорной литературе о Екатеринбургском злодеянии, до сих пор слишком мало уделено внимания цифровым записям, сопутствующим кабалистической надписи. Не исключено, что и символическая буквенная надпись также обозначает некое число с тремя повторяющимися цифрами. Почему-то по сей день эта шифровка лишь упоминалась, либо воспроизводилась без настоятельного предложения специалистам по шифрам должным образом исследовать ее. Собственно, по остановке вопроса о крайней необходимости изучить и расшифровать эту цифровую запись и посвящена данная заметка. Я никоим образом не являюсь таковым специалистом и даже не знаю, где подобных добросовестных профессионалов можно найти. Но мне известно из книги Соколова «Убийство царской семьи», что была расшифрована цифровая телеграмма, где сообщалось комиссарам Белобородовым подлинное признание об убийстве всей семьи, а не только одного государя. Ключом к этой шифровке было слово «Екатеринбург». Что же? Четыре каббалистических знака так застлали нам страхом глаза, что мы боимся даже подумать об этом. Не то, что высказать мысль, что пора от народных избранников в Государственной Думе потребовать, чтобы они специальным законом вытряхнули чекистские загажники 1917-1919 годов и стало, наконец, возможным поискать в них ключи к разгадке этой проблемы. Вполне возможно, что цифровая запись относится к той категории шифров, по которым кодировались чекистские депеши. Хотя не исключено, что раскрытие тайны записи на краю подоконника лежит в области каббалистических знаний. Неужели среди патриотов России нет человека, который взялся бы за разрешение одной из самых ключевых проблем в раскрытии загадки цареубийства? Так, один из крупнейших современных математиков, академик Игорь Ростиславович Шафаревич, видимо, мог хотя бы указать направление поиска. Это исследование необходимо уже потому, что рассуждения о современном использовании каббалистики тут же высмеиваются, в кавычках, образованными борзыми перьями демократической печати. Люди, серьезно относящиеся к этой проблеме, выказываются абскурантами и дураками. Поэтому доказательная взаимосвязь между нерасшифрованной надписью на краю подоконника и цареубийством могла бы дать развернутое основание в том утверждении, что отнюдь не опереточные современные силы зла, опереточные современные силы зла, совершая свои бесчеловечные деяния, по сию пору остаются верными мрачным средневековым традициям своих предшественников. Именно этих отнюдь не выдуманных злодеев и преступников сознательно покрывают пересмешники патриотов из либеральной и демократической печати. К сожалению, рассчитывать на то, что возбужденная Генеральной прокуратурой РФ 19 августа 1993 года официальное дорасследование по факту убийства царской семьи будет заниматься решением этой проблемы не приходится. И вовсе не потому, что прокурор-криминалист В.Н. Соловьев, ведущий дело, не может по своим личным качествам или убеждениям, о нем лично я бы не мог сказать ничего предосудительного, потому что он сам неоднократно публично заявлял о своей непрезвятости, в должном порядке взаимодействовать необходимые следственные механизмы. Но потому что над этим следователем находятся некие довольно могущественные силы, которые не позволили бы В.Н. Соловьеву провести подобное исследование, привлечь нужных специалистов, даже если бы он этого захотел. Откуда проистекает это убеждение? Откуда известно, что эти неведомые миру могущественные силы имеют влияние на данное дело? Да хотя бы из одного то, что это уголовное дело зарегистрировано с следующим весьма характерным кодом. Номер 18-й, 123-666-93. В связи с этим вспоминается празднование 125-летней годовщины рождения государя императора Николая Александровича 19 мая 1993 года. Главой Союза христианское возрождение В.Н. Осиповым заблаговременно в положенные сроки была подана заявка московским властям о проведении крестного хода по случаю столь знаменательной даты. Никаких официальных возражений до торжественного дня Владимир Николаевич Осипов не получил. И только на молебне у часовни во имя державной Божьей Матери именно в праздничный день начальникам местного отделения милиции Осипову была предъявлена бумага, подписанная префектом музыкантским о запрещении крестного хода. Несмотря на запрет крестный ход состоялся. Он не мог не состояться, тем более, что и многочисленные представители правоохранительных органов вопреки своим временным уставам по долгу совести сочувствовали молящимся и не чинили им никаких препятствий. Однако они взяли с В.Н. Осипова слово, что после крестного хода он должен явиться в их отделение милиции для официального разбирательства по поводу организации незаконного в кавычках крестного хода. Бумага, подписанная музыкантским, была зарегистрирована под номером 666. Что это? Случайность? Или намеренный вызов? Если первое, то почему эти случайные совпадения столь часто именно в связи с царской семьей? Если это закономерность, то почему антихристианская религиозная символика исходит от органов управления, которые существуют на деньги русских православных налогоплательщиков? После крестного хода В.Н. Осипов, как и обещал, явился в возначенное отделение милиции, хотя одного его туда, конечно, не отпустили. За ним пошли многие участники торжества. И там состоялся интересный разговор о событиях в Оптинской пустыне на Пасху того года, когда были убиты трое иноков во имя числа 666 о пророчествах апокалипсиса, о циничной наглости воинствующего антихристианства, временно разгулявшегося в России. Русские мужики, одеты в милицейскую форму с прежней советской символикой, говорили о том, что они хотят служить порядку и настоящей законности. И если жизнь повернется так, что власть станет лучше, то они не по уставу, но по совести прижмут этих в кавычках шестерок. Горько было слушать этих закабаленных русских мужиков. Именно в этом смысле представляют из себя жалкое зрелище, видимо, хороший профессионал, прокурор-кировиналист Генеральной прокуратуры РФ ВН Соловьев, по совести, и он, видимо, хочет утверждения правды и истины об убийстве царской семьи. Хочет, то он хочет, а кто ж ему даст, когда номер ведомого им дела заражен дезинформационным компьютерным вирусом 666. Пока кремлевские покои охраняет президентский батальон номер 666, заботиться об утверждении правды о екатеринбургском прошлом и московском настоящем, мы должны сами, уповая лишь на собственное упорство, и бодрящий крич святого благоверного великого князя Александра Невского не в силе Бог, а в правде. 4-го, 17-го июля 1994-го года. Царей убивали, и нередко, так что забота о душе у них должна быть не менее великой, чем и у простолюдин. Евангелие от Марка, 13-я глава, 33-й стих. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Довольным быть сподобились не все, и потому шикует недовольство, желанию перемен расширенный посев, и критика объекта зависти, как так хлестко. Чем обладаем это до ноздрей, нам одеяние прикрыло все же наготу, тепла достаточно, чтоб и в мороз согреть. Конечно, есть богачи, кто пожирнее жрут. В довольстве всем жизнь не видя продлят, проглоченная лучше к выходу пройдет. Обман, беспечность обрастут нолями, на ближнего легко напустится поклеп. Нехватка даже малого чего-то не даст несчастному счастливчикам прослыть. Он морщит лоб и давится заботой, со всех концов к нему спешат послы. Он осуждает бедность принародно и недоволен всем, что есть женой. Отображается в глазах друзей уродом, что сеял в недовольстве, то пожнет. Ищите царство Божие, а с ним и правды, и будет пропитание довольно и одежды. Кто это понял, неизменно рады, иначе после смерти ждет зубовый скрежет. Когда доверишься в молитве Богу сил, не на себя надеясь надоменно, то не помыслишь лишнего просить, с уже добытого снимая только пенки. Довольный должен быть благочестив, по слову Божию испытан многократно, легко обидевшего искренне простит, дав бедному не здесь вернет обратно. От благочестия до святости лишь шаг, кто во Христе за все благодарит, таких богатств и беды не лишат, ему завидуют несчастные цари. 26 июля 2008 год Игнатий Лапкин Горьба 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 Книга «Открытым окон», том 28. Вопрос, 3,970. Солженицын говорит, что близ царя Николая II были сплошные бездарности. Так ли это? Неужели никто, кроме Распутина, не предупреждал царя, что за последствия могут быть от войны с Германией, чтобы он ее не начинал? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Были, конечно, но они все умные мысли не подтвердили Писанием. И вино видели в ком-то, а не в себе, что назначение человека на Земле в том, чтобы познать Бога и жить во Христе, об этом ни слова, ни у кого. От редакции. Сегодня в рубрике «Консервативная классика» мы публикуем записку члена Государственного Совета Петра Николаевича Дурного, государю императору Николаю II. Записка подана в феврале 1914 года, то есть еще до начала Первой мировой войны. Этот документ представляет собой самое яркое доказательство того факта, что монархисты-черносотинцы прекрасно понимали суть происходивших событий, видели их причины и угадывали последствия. Правые были правы, но они, к сожалению, были в меньшинстве среди политической элиты кануна революции, которая в целом жаждала перемен. Многие прозрели, когда вынуждены были бежать из объятой пламенем страны. Там, на чужбине, поняли они то, что монархист Дурного понимал еще в 1914 году. Кавычки открываются. Во всяком случае, если даже признать необходимость искоренения немецкого засилья в области нашей экономической жизни, хотя бы ценой совершенного изгнания немецкого капитала из-за русской промышленности, то соответствующие мероприятия, казалось бы, могут быть осуществлены и помимо войны с Германией. Эта война потребует таких огромных расходов, которые во много раз превысят более чем сомнительные выводы, полученные нами вследствие избавления от немецкого засилия. Мало того, последствием этой войны окажется такое экономическое положение, перед которым гнет германского капитала покажется легким. Ведь не подлежит сомнению, что война потребует расходов, превышающих ограниченные финансовые ресурсы России. Придется обратиться к кредиту союзных и нейтральных государств, а он будет оказан недаром. Не стоит даже говорить о том, что случится, если война окончится для нас неудачно. Финансово-экономические последствия поражения не поддаются ни учету, ни даже предвидению и без сомнения отразятся полным развалом всего нашего народного хозяйства. Но даже победа сулит нам крайние неблагоприятные финансовые перспективы. В конец разоренная Германия не будет в состоянии возвестить нам понесенные издержки. Продиктованный в интересах Англии мирный договор не даст ей возможности экономически отправиться настолько, чтобы даже впоследствии покрыть наши военные расходы. То немногое, что может быть удастся с нее урвать, придется делить с союзниками. И на нашу долю придутся ничтожные по сравнению с военными издержками крохи. А между тем военные займы придется платить не без нажима со стороны союзников. Ведь после крушения германского могущества мы уже более не будем им нужны. Мало того, возросшая вследствие победы политическая наша мощь побудит их ослабить нас хотя бы экономически. И вот неизбежно, даже после победоносного окончания войны, мы попадем в такую же финансово-экономическую кабалу к нашим кредиторам, по сравнению с которой наша теперешняя зависимость от германского капитала покажется идеалом. Как бы печально, однако, не складывались экономические перспективы, открывающиеся нам как результат союза с Англией, следовательно и войны с Германией, они все же отступают на второй план перед политическими последствиями этого по существу своему противоестественного союза. Не следует упускать из вида, что Россия и Германия являются представительницами консервативного начала в цивилизованном мире, противоположного начала демократическому, воплощаемому Англией, и несравненно меньшей степени Франции. Как это ни странно, Англия до мозга костей, монархическая и консервативная дома всегда во внешних своих сношениях выступала в качестве покровительницы самых демагогических стремлений, неизменно потворствуя всем народным движениям, направленным к ослаблению монархического начала. С этой точки зрения борьба между Германией и Россией, независимо от ее исхода, глубоко нежелательна для обеих сторон, как несомненно сводящая к ослаблению мирового консервативного начала, единственным надежным оплотом которого являются названные две великие державы. Более того, нельзя не предвидеть, что при исключительных условиях надвигающейся общей европейской войны, таковая опять-таки, независимо от ее исхода, представит смертельную опасность и для России, и для Германии. По глубокому убеждению, основанному на тщательном многолетнем изучении всех современных противогосударственных течений, в побежденной стране неименуемо разразится социальная революция, которая силою вещей перекинется и в страну-победительницу. Слишком уж многочисленны те каналы, которыми за много лет мирного сожительства незримо соединены обе страны, чтобы коренные социальные потрясения, разыгравшиеся в одной из них, не отразились в другой. Что эти потрясения будут носить именно социальный, а не политический характер, в этом не может быть никаких сомнений. И это не только в отношении России, но и в отношении Германии. Особенно благоприятную почву для социальных потрясений представляет, конечно, Россия, где народные массы, несомненно, исповедуют принципы бессознательного социализма. Несмотря на оппозиционность русского общества, столь же бессознательного, как и социализм широких слоев населения, политическая революция в России невозможна, и всякое революционное движение неизбежно выразится социалистическое. За нашей оппозицией нет никого. У нее нет поддержки в народе, не видящим никакой разницы между правительственным чиновником и интеллигентом. Русский простолюдин, крестьянин и рабочий одинаково не ищет политических прав. Ему и ненужных, и непонятных. Крестьянин мечтает о даровом наделении его чужой землею, рабочий, о передаче ему всего капитала и прибыли фабриканта. И дальше этого их вожделения не идут. И стоит только широко кинуть эти лозунги в население, стоит только правительственной власти безвозбранно допустить агитацию в этом направлении, Россия, несомненно, будет вернута в анархию, пережитую ею в преснопамятный период Смуты 1905-1906 гг. Война с Германией создаст исключительно благоприятные условия для такой агитации. Как уже было отмечено, война эта чревата для нас огромными трудностями и не может оказаться триумфальным шествием в Берлин. Неизбежны и военные неудачи, будем надеяться, частичные. Неизбежными окажутся и те или другие недочеты в нашем снабжении. При исключительной нервности нашего общества этим обстоятельствам будет придано преувеличенное значение. А при оппозиционности этого общества все будет поставлено в вину правительству. Хорошо, если это последнее не сдастся и стойко заявит, что во время войны никакая критика к государственной власти недопустима и решительно пресечет всякие оппозиционные выступления. При отсутствии у оппозиции серьезных корней в населении этим дело и кончится. Не пошел в свое время и народ за составителями выборгского воззвания. Точно так же не пойдет он за ними и теперь. Но может случиться и худшее. Правительственная власть пойдет на уступки. Потребует войти в соглашение с оппозицией и этим ослабит себя к моменту выступления социалистических элементов. Хотя и звучит парадоксом, но соглашение с оппозицией в России безусловно ослабляет правительство. Дело в том, что наша оппозиция не хочет считаться с тем, что никакой реальной силы она не представляет. Русская оппозиция сплошь интеллигентна. И в этом ее слабость, так как между интеллигенцией и народом у нас глубокая пропасть взаимного непонимания и недоверия. Необходим искусственный выборный закон. Мало того, нужно еще и прямое воздействие правительственной власти, чтобы обеспечить избрание в Госдуму даже наиболее горячих защитников прав народных. Откажи им правительство в поддержке, предоставь выборы их естественному течению. И законодательные учреждения не увидели бы в самых стенах ни одного интеллигента, помимо нескольких агитаторов-демагогов. Как бы не распинались о народном доверии к ним члены наших законодательных учреждений, крестьянин скорее поверит безземельному казенному чиновнику, чем помещику-октябристу, заседающему в Думе. Рабочий с большим доверием отнесется к живущему на жалование фабричному инспектору, чем фабриканту-законодателю. Хотя бы тот и исповедовал все принципы кадетской партии. Более чем странно при таких условиях требовать от правительственной власти, чтобы она серьезно считалась с оппозицией, ради нее отказалась от роли беспристрастного регулятора социальных отношений и выступила перед широкими народными массами в качестве послушного органа классовых стремлений интеллигентно-имущества меньшинства населения. Требуя от правительственной власти ответственности предклассовым предстоятельством и повиновения ею, же искусственно созданному парламенту, вспомним знаменитое изречение Набокова, власть исполнительная, да подчиниться власти законодательной. Наша оппозиция в сущности требует от правительства психологию дикаря с собственными руками мастерящего идола и затем с трепетом ему поклоняющегося. Если война окончится победоносно, усмирение социалистического движения в конце концов не представит неопределимых затруднений. Будут аграрные волнения на почве агитации за необходимость вознаграждения солдат дополнительной нарезкой земли. Будут рабочие беспорядки при переходе от вероятно повышенных заработков военного времени к нормальным расценкам. И надо надеяться только этим и ограничиться, пока не докатится до нас волна германской социальной революции. Но в случае неудачи, возможность которой при борьбе с таким противником, как Германия, нельзя не предвидеть. В социальной революции, в самых крайних ее проявлениях у нас неизбежно. Как уже было указано, начнется с того, что все неудачи будут приписаны правительству. В законодательных учреждениях начнется яростная кампания против него, как результат которой в стране начнутся революционные выступления. Эти последние сразу же выдвинут социалистические лозунги, единственные, которые могут поднять и сгруппировать широкие слои населения. Сначала черный передел, а затем и общий раздел всех ценностей и имуществ. Побежденная армия, лишившаяся за время войны наиболее надежного кадрового своего состава, охваченная в большей части стихийно общим крестьянским стремлением к земле, окажется слишком деморализованной, чтобы послужить оплотом законности и порядка. Законодательные учреждения и лишенные действительного авторитета в глазах народа оппозиционные интеллигентные партии будут не в силах сдержать расходившиеся народные волны, им же поднятые, и Россия будет вернута в беспросветную анархию, исход которой не поддается даже предвидению. Как это ни странно может показаться на первый взгляд, при исключительной уравновешенности германской натуры, но и Германии в случае поражения предстоит пережить не меньшие социальные потрясения. Слишком уж тяжело отразиться на населении неудачная война, чтобы последствия ее не вызывали на поверхность сугубо скрытые сейчас разрушительные стремления. Своебразный общественный строй современной Германии построен на фактически преобладающем влиянии аграриев, прусского юнкерства и крестьян-собственников. Эти элементы являются оплотом глубоко консервативного строя Германии под главенствующим руководительством Пруссии. Жизненные интересы перечисленных классов требуют покровительственной по отношению к сельскому хозяйству экономической политики, ввозных пошлин на хлеб и, следовательно, высоких цен на все сельскохозяйственные произведения. Но Германия при ограниченности своей территории и возросшем населении давно уже из страны земледельческой превратилась в страну промышленную, а потому покровительство сельскому хозяйству сводится в сущности к обложению в пользу меньшей по численности половины населения больше половины. Компенсацией для этого большинства и является широкое развитие вывоза произведений германской промышленности на отдаленнейшие рынки, дабы извлекаемые этим путем выгоды давали возможность промышленникам и рабочему населению оплачивать повышенные цены на потребляемые дома продукты сельского хозяйства. С разгромом Германии она лишится мировых рынок и морской торговли, ибо цель войны со стороны действительного его зачинщика Англии это уничтожение германской конкуренции. С достижением этого лишенные не только повышенного, но и всякого заработка и страдавшиеся во время войны, и естественно озлобленные рабочие массы явятся восприимчивой почвой противоаграрной, а затем и антисоциальной пропаганды социалистических партий. В свою очередь эти последние, учитывая оскорбленное патриотическое чувство и накопившееся вследствие проигранной войны народное раздражение против обманувших надежды населения милитаризма и феодально-бюргерского строя, свернут с пути мирной революции, на котором они до сих пор так стойко держались, и станут на чисто революционный путь. Сыграет свою роль в особенности в случае социалистических выступлений на аграрной почве соседней России и многочисленной в Германии безземельный класс сельскохозяйственных батраков. Независимо от всего оживятся таящиеся сейчас сепаратические стремления в Южной Германии. Появится во всей своей полноте затаенная враждебность Баварии и господству Пруссии. Слово создаться такая обстановка, которая мало чем будет уступать по своей напряженности обстановке в России. Дурнова Петр Николаевич, 23 ноября 1842, по 11 сентября 1975 года, 73 года жизни. Стас-секретарь, действительный тайный советник, правый государственный деятель, министр внутренних дел, лидер правой группы Государственного Совета. В одной из телеграмм губернатором Дурнова требовал. Примите самые энергичные меры борьбы с революцией. Не останавливайтесь ни перед чем. Помните, всю ответственность я беру на себя. Жесткими мерами ему удалось ликвидировать почтовую забастовку. Восстановить порядок на железных дорогах. Были произведены энергичные действия в Москве. В 1905 году были арестованы, наверное, в декабре, что ли, участники Советов Рабочих Депутатов Петербурга и других народов. Запрещено большое число революционных газет. Одобрительно отнесся Дурнова к сознанию и активно поддерживал деятельность Союза Русского Народа. Сам был членом Русского Собрания, надеясь, что правомонархические организации примут энергичное участие в борьбе с революцией. В оказании помощи органам правопорядка для восстановления спокойствия в государстве. Дурнова был приговорен террористами к смерти. За ним велась настоящая охота. Однако террористка Т. Леонтьева 16 августа 1906 года убила в Интерлакене француза-путешественника Мюллера, приняв его за Дурнова. Попытки организовать теракт в России не удалось. В феврале 1906 года он был утвержден государем в должности министра внутренних дел. Теперь уже вопреки возражениям Витте, который понял, что Дурнова не станет играть в его игры. Более того, постоянный противник жестких мер против революционеров, которые применял Дурнова министр юстиции С. С. Манухин, Краиатура Витте, был заменен на М. Г. Акимова, с которым Дурнова мог найти общий язык. Перед самым открытием Государственной Думы 22 апреля 1906 года Дурнова вместе с остальными членами министерства Витте вышел в отставку. Видный деятель монархического движения Прот Т. И. Буткевич так характеризовал Дурнова. Кавычки открываются. Человек умный, несколько высокомерный, по внешнему виду невзрачный, среднего роста, суталоватый, лет около 70. Говорит хорошо, иногда остроумно, но не по-ораторски. Даже В. И. Гурко, редко кого позитивно оценивавший, писал о Дурново. Кавычки открыты. По природному уму, по ясному пониманию всего сложного комплекса обстоятельств времени, по врожденным административным способностям и, наконец, по твердому и решительному характеру, П. Н. Дурнова был, несомненно, головой высших лиц за имство занимавших ответственные должности в Центральном управлении министерства. Скажу больше. Среди всех государственных деятелей той эпохи он выделялся с разносторонними знаниями и независимостью служения и мужеством высказывать свое мнение, независимо от того, встречало ли оно сочувствие среди присутствующих или нет. В виде нагнетания военной истерии, понимая, что определенные силы толкают Россию на путь войны с Германией, надеясь, в конце концов, уничтожить самодержавие, Дурнова в феврале 1914 года составил записку на имя государя, в которой предостерегал против войны с Германией и предсказывал победу революции, причем именно социалистической. Эта записка уникальна тем, что пророчества Дурнова практически полностью сбылись. Словно приводя события февраля 1917 года, Дурнова предостерегал правительство от уступа к либеральным кругам. Он знал цену так называемому в кавычках «обществу». Далее Игнат Тихонович приводит места священного писания. Вторая книга Парлипопинон, 13 глава, 12 стих. «И вот у нас во главе Бог и священники Его. Не воюйте с Господом Богом отцов ваших, ибо не получите успеха». Вторая книга Парлипопинон, 24 глава, 20 стих. «Не будет успеха вам, и как вы оставили Господа, то и Он оставит вас». Книга Второзакония, 28 глава, 29 стих. «И ты будешь ощупью ходить в полдень, как слепой ощупью ходит в потьмах, и не будешь иметь успеха в путях твоих, и будут теснить и обижать тебя всякий день, и никто не защитит тебя». Книга пророка Иезекииля, 17 глава, 9 стих. «Скажи, так говорит Господь Бог, будет ли ей успех? Не вырвут ли корни ее, и не оборвут ли плодов ее, так что она засохнет? Все молодые ветви, отросшие от нее, засохнут. И не с большой силой, и не со многими людьми сорвут ее с корней ее». Доверием Христа я не был обделен, из темноты небития он вызвал. Глазам открыл, расширил окоем, быть человеком наделил харизмой. «Уполномочен веру вдаль распространить, цель жизни обозначил, жить с Иисусом, дал информацию с божественных страниц, уверенность и неизменность курса. Доверие мое к Иисусу безгранична, и Он ко мне всегда благоволит. Все окружающее изъяснил Он в притчах, дабы с неверением я в глупости не влип. Доверие стараюсь жизнью оправдать, вникая в смысл божественных речений, привлечь на путь Христову благодать Он свет незаходимый, невечерний. Весь мир доверил рыбу и зверей, всех птиц и скот, растения, деревья, над всем творением посадил царем. Таким и был наш пратец издревле. Как страшно все в природе изменилось, когда Адам в доверии ослаб, засомневался в Боге, будто солнце скрылось, на прорву променял сокровища всех благ. Морские волны, как невелики, но бурный ветер их развеет в силах. Теперь же отовсюду скажут кулаки, тварь на Адама смертного запила. Доверил верным всемогущий Бог, помочь Ему сотрудниками стать, нести благую весть, закрыл щитом, крестом голговским, милостью Христа. Не оправдать доверия, уйти в затвор, помилуй Бог такое окаянство, Да не впадем, иначе выметит как ссор, За что и революция, и дуракам тут ясно. 24 июля 2008 год, Игнатий Лапкин. Три минуты перерыв, потом продолжу. Продолжение следует... 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 По поводу... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...